На Колтушских высотах находится особо храняемая природная территория. Она огромная. Колтушское шоссе делит её как бы пополам. Мы вчера были на стороне, там, где Ваейково, там лесная тропа. А сегодня мы едем в сторону деревень Орово и Суаранда. Мы решили остановиться, чтобы посмотреть на Третье Токаревское озеро. Этот живописный ландшафт сформировался после ледникового времени. И вот это очередование песчаных холмов с ложбинами, котловинами. И вот эти песчаные холмы как раз называют камы. И мы сегодня хотим погулять здесь и посмотреть ландшафтные виды. Аккуратно видишь. Ух ты, смотри, так можешь проехать аккуратно. С Колтушского шоссе мы свернули в деревню Орово. И, кстати, если кто так будет ехать, дорога такая не совсем хорошая, очень узкая, грунтовая. И с выбоинами. Ну, не очень удобно по ней ездить. И как раз эта дорога из деревни сразу выводит нас к третьему маршруту. Здесь три маршрута пролегают. Мы сразу попадаем на маршрут Камовые холмы. Это мы приехали на трассу для мотогонок разных. Мототрек. Трасса какая. Думаешь? А вон там тарахтят, да. Надо уйти с трассы, наверное, мне. Я так прям стою здесь. А вот смотри, сейчас отсюда выйдут. Трасса моя. Продолжение следует... На краю мотогоночной трассы парковка и там начинаются три экологические тропы. Вот, смотри, начало этих всех троп. Здесь начинаются сразу три тропы. Смотри, вот Заячья тропа. Есть Камова. Так, смотри, значит, синяя – это Заячья тропа, 3,2 километра. Дальше Камовые холмы 3,8. Мы частично по ним проехали. И пеший маршрут Верста – 1 километр. Зелененькая. Ну, тут, наверное, достопримечательности есть интересные. И вот третье Токаревское озеро, где мы с тобой сейчас были. Ну что, идем? По какой пойдем? По Зайче? Ты по Зайче хотел. По Камовой проехали. А где Камова начинается? Так, смотри, разметка... Ну, мы частично проехали. Вот оранжевая. Частично проехали. Видишь, по оранжевой мы вот так вот ехали. Точно так ехали, да? Ну, да, смотри, вон озеро. Маршрут построен. Вот тогда не по Индику, давай тогда по Зайче. По Зайче пойдем. Давай, вот Зайчья как раз вот она есть. А где она, Зайче? Ну, вот начинается, смотри. Видишь, написано «Зайчья тропа». Видишь, на столбике? Что, идем по Зайче? Заячья тропа. И мы сейчас по ней пойдем. Пойдем? Пойдем. Вперед. Сосной-то как пахнет. Ой, прелесть какая. Щит сосновые леса. Пойдем. Там будет информационный щит. Сосновые леса называются. А, ландыши отсвели уже. Как нет? Отцвели. Подожди. Отцвели. Ландыши. Ландыши. Полянка целая была. Ландыши. Здесь интереснее, чем на лесной. Как тебе кажется? Скажи что-нибудь. Чем мы вчера ходили по лесной тропе? Ну, подожди, только начали лететь еще. Посмотрим, что дальше будет. Посмотрим. Ну, мне уже интересно. Черничные кусты. Да, черничные. Да, много. Они уже созрели. Можно есть. Собирают люди. Маленькие. Ну, просто они мелкие. Они мелкие. Просто мелкие. Маленькие. Вкусные. Да, он там. Так люди тоже ходят и собирают, вот как мы. Ой, подожди. Тут я где-то земляничку довидела. А, вот земляничка. Ой. Ну, вот еще. Красивая. Что там написано? Окончание маршрута. Ну, мы оттуда вернулись. Щит со спелами деревьев. Туда селево? Туда что-то направлено. Куда? Где? Значит, давай пойдем туда. Значит, он там. У нас какой? Синий у нас, да? Да. Значит, синий вот надо идти по синему, да? Да, пойдем по синему. Так. Значит, щит со спелами деревьев. О, тут смотри, на лошади что ли катались? Или что? Не может быть. На копыта. И лошадью пахнет. Не поняла ничего. Куда ты хочешь? Да перейдем. Ты думаешь, что для лошади что-то тоже здесь? Да, для лошади. Ну-ка. А-а-а. Вот это для лошади, думаешь? О. Ой. Ну да. Ты смотри как. Это лошадь. Для мотоцикла это для лошади? Может. Ну, я не знаю. Ну, что для мотоцикла? Подожди, как же он в яму сюда попадет? Нет. Это, я думаю, для лошади. Наверное. Подожди. Для мотоцикла как он? Он как? Он через вот эту яму, что ли, перепрыгивает? Прямо странно. А там? Там тоже прыгает? А почему здесь? Там же у них есть специальный этот, как его называют, мотодром. Так, ну ладно. Идем дальше. Тут деревня с лошадьми есть. С этой стороны сейчас посмотрим. Ну, вроде как следы мотоцикла. Нет, да? Мотоцикл. Для них устроили такой каскад препятствий. А, вот начиная с этого. Глянь, у них отдельная тропочка. А, может, для велосипедистов это? Слушай, как ты думаешь? Для велосипедистов? Велосипедистов точно. Посмотри, видишь, у них для них специально такая тропа проложена. Вот, смотри. Может мотоцикл тоже. Мотоцикл, может и мотоцикл. А так вот такая с препятствиями. Тут-у-ту-ту-ту-ту. И пошел. Дальше. Первая информация. Щит со спилами деревьев. В эту сторону. А это что? Тесна обыкновенная. Памятник природы. А если бы пошли по Камовой тропе, там и на открытом солнце есть. Солнце, да. Там открытые полянки. Хорошие такие полянки, открытые. Посмотри, там какой спуск большой, да? В эту сторону, если идти. А мы в эту идем. А где люди? А, вон ягоды собирает. Так, где? 68 метров. А, вон я уже вижу информацию со спилами деревьев. Посмотри здесь, как тоже сделано для велосипедистов. Посмотри, как интересно для них. Горка такая с виражом. Спилы деревьев, которые здесь произрастают. Ну-ка, давай. первое. Сосна. Вот это сосна. А, это осина. Фу, ты, извините, ради бога. Осина. Следующая. Рябина. Рябина. Потом береза, да? Береза пушистая. Не просто береза, а береза пушистая. Дальше сосна обыкновенная. Вот она как раз по центру сосна идет. Дальше ольха. Серая. Ива козья. Ель европейская. Смотри, какая толстенькая. И внутреннее строение стебля. О, кто интересуется. Вон я же распил. В какую сторону идти-то? Нашел метку? Я не знаю. Твоя шире дорожка. Здесь уже и вниз. Резко. А у тебя как? А у тебя пошире. Давай по твоей пойдем. Сужается? Я даже не понимаю, куда идти. А там очень резко. Она тоже узкая. Нет, ну по этому посмотри, где там. Как уйти-то. Я сейчас посмотрю. Да, по навигатору написано. Сюда или сюда? Нет, вот здесь прямо. По навигатору написано вот сюда. Подожди. Ой, фу. Подожди. Нет, мы удаляемся от нее. Валерочка, мы удаляемся. Неправильно мы идем. Смотри, мы неправильно идем. Так, подожди. Сейчас я еще раз. Иди сюда. Я нашла. Я по навигатору нашла. Иди сюда. Все. Все-таки пошла за Валерой. Не захотел он идти по моему пути. Идем тут. Красненькая. Есть. Покажи. Открой ладошку. Открой ладошку. Что у тебя в руке-то? У меня? Мы перешли на Камову тропу. Ну, соединимся там все. Ну, соединимся, конечно. Вот, смотри. Видишь, тут. Вот это может быть Заячья тропа. Я не знаю. Камово-оранжевая. Это Камово тропа. Это мы на Камово тропе. Там человек идет. Куда? Мы прямо идем. А то мы заблудимся сейчас вообще. Заблудимся тут. Смотри, сколько. Мы пересекали, Заячь. Мы пересекали, мы пересечем. Мы пересекли Камову тропу. По Камовой тропе шли, и там поворот. А здесь уже нет никаких троп. Куда же она уходит? Тут все уже. Мы вышли за пределы заповедника. Наверное. Выходим. Мы открываем новую какую-то тропу с тобой. Вернулись на Камову тропу. Заячи ушли. И теперь пойдем по Камовой. Тут кругом мотоциклисты ездят. Видишь, для них тут дорога. Колтушские высоты. В лес заходим. Какой нежненький хвощ полевой, наверное, нет? Или лесной. Болотный. Ой, какие нежненькие листики у него. Там впереди просматривается тоже щит какой-то информационный. Какой интересный информационный щит. Не щит даже. Смотри. Как лабиринт. Это сосна. Правда? Сосна. Вот я сосну знаю. Читай, что там. А, это про птичек. Какие птички водятся здесь? Снегирь. Заячьи тропа. А мы перешли, значит, на Заячьи тропа. Маршрут Заячьи тропа. Значит, здесь кабаны водятся. Мы из Камовой тропы ушли на Заячьи. Лось. Лось. Пересохатый. Так, что еще здесь? Заяц. Бляк. Обыкновенная белка водится. Клёст. Желна или черный дятел. Поползень. И пищ... Где? Много поползней. Аудильна, конечно. На даче есть? Пищуха. Пищит. Это меньше, чем воробей птичка такая. Большой пестрый дятел. Ну, дятел тоже много. Вот Сойка есть. Глянь. Ты видел здесь Сойку, нет? Угу. Видел? Ну, все, ладно. Так, ну что, пошли по Заячьей тропе. Мы вернулись на Заячьи тропу. Ты же сказал, что по Заячьей пойдем. По Заячьей, вот направо, да, Заячьи. Не знаю. Пошли в схема маршрута. Посмотри, мы как раз на перепутье... Где мы здесь? Вот. Вот. Мы на перепутье Заячьей и Камовой тропы, да. Камовая, оранжевая, а мы синенькие, да. Все, продолжим. По Заячьей тропе идем. По 40 километров пошли, что ли? Не знаю. Мне кажется, больше. Мы же петляли с тобой, как зайцы. По Заячьей тропе. Поэтому Лавишка и крутит ее, что непонятно куда. Прямо очень даже здорово. Красиво. Запечатлеть. Ой, как красиво. Правильно. Поэтому белокрыльник... Как называется белокрыльник? Ядовитый. Ядовитый? Может, такая? Как бы такая? Я не помню. Я на болотах редко бываю. Наступа небольшая вот такая. Красненькая. А вон там еще... Щит информационный. О, это здорово. Это Иван-чай. Мы знаем. Только начинает? Надо собрать. А вон там, посмотри, какой тоже. Это же тоже Иван-чай, да? Цветет. У нас была поздняя весна. Поэтому задержалась немножко. Правда? А, вон смотри. Заячья тропа сюда поворачивает. Километр. Чего? Километр. Как километр? Там написано километр еще чем-то. Посмотри внимательно. Вот. Вот мы здесь находимся. А если сократиться, то да, ночь прямо идем. Мы не будем сокращать. А, километр пятьдесят метров. Что мы нашли? Мы нашли гриб. Оно, так раздвинули. Гриб. Гриб называется подберезовик. Правда? Да. Пусть растет. Да. Пусть растет. Посмотри папоротников-то сколько. Тут тенечек. Птичка. Птичка. сразу несколько видов мы же с пилой посмотрели тут разные ели улетела колпусские высоты мы сейчас стоим на повороте тут считан информационный говорит о том что мы сейчас заячья тропа сворачивает вот сюда и вместе с камовой с маршрутом камовые холмы пойдет вместе окончание маршрута 700 метров я тоже заблудилась заблудились ну пойдемте вместе заблудились осталось 400 метров по крайней мере здесь написано сколько осталось я туда пошла а там непонятно куда дорога впереди крутая на кам мы сюда идем по заячьей тропе тоже карабкаемся посмотри какие крутые да дороги это тебе не вчера здесь и три с половиной километра ушатаешься вышли к финалу ну вот сейчас пройдем пойдем возвращаемся машин прибавилось на стоянке ну что пойдем еще по версте он коротенький маршрут сходим решили пойти по короткому маршруту который называется верста потому что наверное она и есть верста налево верста зеленая метка мы правильно идем и сейчас налево надо сворачивать поднимемся и посмотрим мы так пойдем посмотрим сооружение это для велосипедистов смотри как ой а мы там поднимемся это ж какие они бесстрашные вот так ездят до голову свернуть можно вот тебе и верста а что это у них направляющие да а там вообще какой-то желоб смотри да кто тут поедет если не очень часто конечно с ума сойти кто тут поедет по хорошему такому здравому смыслу как здесь спуститься то обалдеть а вот так круто спускаться с этой части я спустил с этой части нет мы вот отсюда шли отсюда и вот так бы вон видишь тут даже ступеньки есть вон видишь вон ступеньки даже есть и мы бы вот так пришли вот так сюда к этому щиту а потом эта дорога она ведет да 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 поэтому не будем спускаться бог с ним с этим щитом пойдем по навигатору вверх пошла дорога какие-то тропки для велосипедистов наверное да мы если бы там мы тут вышли ох ох как я устала по этим холмам ходить отдышалась посидим немножко я водички попью достань водички пожалуйста ну что тебе трудно достать у машин прибавилось мы назад поедем вот в эту сторону уже через деревню СОО Ранде сейчас я ее все время забываю как деревню называют сейчас я скажу как деревня называется сейчас ой так деревня называется ой господи СУОРАНДА СУОРАНДА называется деревня через дно деревня СУОРАНДА мы назад едем через эту деревню в этой деревне какие дома-то продаются шикарные я решила на этот холм зайти ой мало находились впереди Янина это деревня тут СУРАВАНДА ХИРВАНДА ХИРВАСИ еще есть ой ой я знаю жители себе тут выстроили коттеджи очень красивая местность хИРВАНДА лошадка красивая это чтобы мухи ее не кусали или комары сеточка красавица красавица вот наша прогулка и закончилась два с половиной часа пролетели до встречи